А как прекрасно умереть в одну секунду счастливой, не понимая, что ты умираешь. Вот так исчезнуть для самой себя. А я ей пытался, пришел в раздражение. Это нехорошо, да? Вот, собственно, тогда же это будет не смерть, а черт знает что. Вот мура какая-то. Умереть не осознавая, для меня нет ничего страшнее и ужаснее этой мысли. Умереть не осознавая. Умереть не осознавая. В каком-то смысле, я думаю, что когда человек не мыслит вообще, то он для себя мертв. А другие могут этого не заметить. И будут дураки думать, что он живой. Так вы знаете, вот этот рассказ, ну, он не великий рассказ Анатолия Франца о Гвиду Кавальканце. Такой страшненький рассказ. Ну, вот, ну, там встреча Гвида на охоте, там, с каким-то графом или у охоты, значит. Вот, и... Ты стал избегать общества, Гвиду, сказал граф. Он говорит, да, но я ведь не люблю говорить с мертвыми. Он говорит, как, почему, вокруг, посмотри, какие прекрасные девушки, вот, как замечательно вино, как великолепна охота. Почему ты называешь нас мертвыми? Говорит, ну, потому что те, кто не знают и не думают, они трупы. Граф рассердился и сказал, да как, как? Я знаю, я знаю, как вытримировать сокола, я знаю, как загонять веприя, я знаю, как в минуту положить бабу на обочине дороги, я знаю...